Решать проблемы с жилищно-коммунальной службой, не выходя из дома. Такая возможность скоро появится у петербуржцев, у всех жителей страны. В медиа-центре правительства сегодня прошел семинар, на котором журналистам рассказали о внедрении специальной информационной системы. Сайт giz-zk.ru сейчас находится в разработке. По задумке создателей, с помощью интернет-ресурса пользователи смогут получать полную информацию по 41 виду коммунальных услуг, подавать официальные жалобы, следить за работами в конкретном доме, узнавать цены на тарифы, проводить голосование жильцов, оплативать счета. Чтобы получать информацию по своей квартире, собственник должен будет зарегистрироваться в личном кабинете. Есть закрытая и открытая части. Почему есть закрытая часть? Потому что в ней может быть размещена информация, размещение которой регулируется другими законами. Ну, например, там будет размещаться информация, из которой тот, кто имеет доступ к ней, может узнать в любой момент, сколько в какой квартире прописано гражданам, кто там они, да, какое гражданство они имеют. Ну вот, то есть то, что всегда беспокоило нашего жителя. Закон о внедрении информационной системы принят в 2014 году. Решение о ее создании связано с огромным количеством обращений и жалоб именно по вопросам ЖКХ. В Петербурге за год поступает около 50 тысяч заявлений. Для сравнения, в социальную защиту поступает в пять раз меньше. Также у нас большая проблема вот тех же собственников жалобы, что, допустим, они не могут просто вручить жалобу ТСЖ, ЖСК, ну, просто приемные дни есть, они на бланке существуют, фактически они отсутствуют. То есть в данном случае в электронном виде можно будет доказать, что действительно собственник обратился, и его проблема бы осталась не разрешенной. Государственные службы будут обязаны отреагировать на жалобу в любом случае, выслать акт об исполнении или ответ, почему работы не выполнены. За неразмещение информации они будут штрафоваться на сумму от 30 до 200 тысяч рублей. Сейчас на сайт внесены 400 управляющих компаний, большая часть из них петербургские. Первыми услугами жители смогут воспользоваться с 1 июля. Полностью система заработает в начале следующего года.